Варюха, она мне говорит, вот вы так загружены, вы, наверное, детей своих не видите. Я говорю, ребят, если я завтра перестану работать, ну вдруг вот что-то случится, да? Я говорю, я не факт, что я увижу детей больше. Он учится в школе, да, и школу нельзя пропускать его, все достаточно серьезно, потому что в этой школе учитываются в итоговой оценке, он же в британской школе учится, поэтому в итоговой оценке учитывается еще и количество пропусков в год, поэтому в его школе это не приветствуется. Я знаю, что есть разные школы, кто-то это допускает, а его школа это не любит, ну, мягко говоря. У него просто очень много репетиций было перед премьерой спектакля «Поколение Маугли». Они очень много репетировали, репетировали дольше, чем должны были, потому что премьера несколько раз переносилась по понятным причинам в связи с пандемией. Но, наконец, она состоялась в Крокусе, но репетиций было очень много. У него был достаточно плотный график, потому что еще было 30 лет непоседом, он участвовал в этом концерте, потому что он много лет провел в непоседах, его там очень любят, он их очень любит. И, несмотря на то, что он уже давным-давно закончил там учиться, его все время зовут на все концерты, и то провести что-то, то выступить. И это очень приятно, и я вообще всегда трогательна для меня, потому что он, конечно, пришел туда совсем карапузом, сейчас такой уже высокий, большой, взрослый. Но вот до сих пор зовут, и это, конечно, очень приятно за такую оценку, за любовь к нему, за доверие. Он занимается теперь уже профессионально. И это уже такой не детский футбол, потому что он поступил в Академию Спартака, и он прошел отбор, да, это было осенью, и вот уже целый сезон он провел в Спартаке. Это все гораздо серьезнее, чем было, потому что это ежедневные тренировки, у него один день выходной, воскресенье, и то мы на это воскресенье оставили дополнительные тренировки ему всегда, ну, практически каждый день футбол. Он просто грезит играми. Не могу сказать, что прям тренировками он грезит, он их любит, он ходит, он все это делает с удовольствием, но все, что касается игр, это просто дотряски. А, завтра игра, завтра игра, там, через два дня игра, через два дня игра, у него прям вот такая вот, он на тренировки ездит с удовольствием, но все, что касается игр, это прям у него просто он как одержимый. Вот, и, ну, это достаточно тоже плотный график, поэтому после школы он сразу едет на тренировку, после тренировки домой, уроки, вот уже и день прошел. Я говорю, когда мне говорят, вот вы так загружены, вы, наверное, детей своих не видите. Я говорю, ребят, если я завтра перестану работать, ну, вдруг вот что-то случится, да, я говорю, я не факт, что я увижу детей больше, потому что они загружены не меньше, чем я. Они живут абсолютно в своем ритме. Мы буквально вчера вечером сели писать, для одного проекта нужно было написать Янину биографию. Во-первых, мы умирали с Озмеку, потому что... Потому что, когда мы стали... Ну, там надо было там написать, прям, чем она занималась, когда и что. И просто я понимаю, что я это сейчас все говорю про свою дочь, и я типа ее мамы. И думаю, боже, какой кошмар. Мы вспомнили там, ну, значит, что я отдала ее на теннис, ей было три с половиной года. Одновременно она пошла на балет, она еще занималась в бассейне. Еще она ходила по выходным в русскую школу. Ну, то есть, ну, нормальный график у ребенка. Потом она сдала экзамен. Она поступила в одну из лучших школ Великобритании, Норф-Лондон колледжа. Это вообще... Туда просто мечтают все поступить. Это реально одна из лучших школ. Это девичья школа, она находится в пригороде. То есть, она ездила туда на школьном автобусе, ну, примерно где-то 45 минут. Утром 45 минут обратно. То есть, ребенок уходил в возрасте четырех лет с огромным рюкзаком. Я ее приводила на остановку школьного автобуса. Сажала в такой огромный, у них такие прикольные, огромные розовые автобусы. И я ее сажала в этот автобус без десяти восемь утра. И в пять вечера я ее с этого автобуса забирала. А потом у нас еще был балет, у нас еще были вот эти бассейны. И по выходным русская школа, и мы такие пишем эту биографию. Я такая думаю... Мамаша. Ну, я не... Понятные... Ну, вот мы в Москву, например, когда переехали, Янка пошла в Непоседов вместе с Артемом. И в Тодос. Она ходила и туда, и туда. И в какой-то момент, месяца три, наверное, прошло, а это было так круто, потому что они в Непоседах вдвоем стояли на одной сцене. Это так трогательно для мамы, это классно, там, типа, брат и сестра, и все так это красиво. И Янка мне говорит, мам, я не хочу в Непоседах заниматься, там классно, там, мне очень нравится, но это не мое. Ну, то есть, там, я не очень хочу петь, вот, я как бы, ну, не очень хочу, ну, прям, не мое. Я вот так хочу в танцах остаться. И, конечно, ну, типа, если исходить из материнских амбиций, ну, как это? Вы так классно смотритесь на сцене, я сейчас наделаю классных видео и фоток. Ну, я сказала, конечно, не хочешь, нет. То есть, естественно, когда они говорят мне, вот она же и теннисом тоже отказалась заниматься, да? Я наступила себе просто на горло, это была моя мечта, прям мечта, что у меня ребенок будет заниматься большим теннисом, и я буду с ней ездить по всем турнирам большого шлема. Но я сказала, хорошо, танцы так танцы. Поэтому, ну, график у них действительно плотный, это правда. Спасибо.